У данного робота есть ракетная база, ракетная установка, которая стреляет ракетами. Пока не стреляет, уточняют начинающие конструкторы. Образец робота УР-15 еще не закончен, как и сфера – досмотровое средство, которое по задумке ребят должно управляться дистанционно. Разработки воспитанников Кванториума созданы под руководством преподавателя по совместительству начальника отдела робототехники Института инженерных войск. В технопарке уверены – машины можно будет с гордостью представить на форуме «Армия-2021». Мы посещаем форум, проводим анализ представленных экспонатов и какой-то один берем за модернизацию, либо за замещение этого функционала каким-то новым средством или изобретением. И вот примерно так мы строим образовательный процесс для старших годов обучения. То есть мы выявляем проблему или ее обозначаем, и они уже своими силами ее пытаются решать. Форум только в августе, и пока ребята демонстрируют разработки гостям. Их вниманию не только военная техника, но и актуальный сегодня респиратор. Эту модель, говорят, в Кванториуме довели до ума, проконсультировались с медиками и заменили фильтр. Усовершенствованное средство защиты даже заняло второе место на региональном этапе акции «Я гражданин России». Еще один проект должен стать не менее востребованным, считают ребята. Две группы подопечных Кванториума создают и сами программируют роботов-борцов за экологию. Вы будете класть мусор в умную мусорку, и она будет записывать, сколько и какого вида вы положили туда мусора. После определенных значений за мусором будет приезжать умный мусоровоз, который будет перевозить все на базу одного. Там мусор будет разделяться и уже вестись на разные переработки для разных типов мусора. Скажу о восхищении. Восхищение того, что есть место, где детишки могут реализовать свои какие-то самые смелые замыслы. Мы говорили с ребятами, что они хотят не только на военно-промышленный комплекс делать экспериментальные модели, но также и на гражданку. Но я думаю, что у них все получится, потому что такие глаза у детей, такая возможность. Во-первых, такое оборудование здесь есть. Гости также пообщались с педагогами Кванториума, а воспитанникам вручили корзину фруктов и шоколада. Глюкоза не будет лишней при такой интенсивной интеллектуальной деятельности, которая кипит в технопарке даже летом. Занятий как таковых нет, но ребята проводят экскурсии для воспитанников пришкольных лагерей, посещают выставки и ищут интересные проекты, за которые возьмутся в учебном году.